доброго времени суток приветствую всех на канале зовут меня ольга и вы на канале жизнь деревне костромской закончился наконец-то снег с вечера шел подсыпал опять и он сырой ветерок в общем опять у нас снежок был все деревья и кусты у нас опять стали сказочные нарядные только оттаяли опять весь лес белоснежный и у нас сегодня утро проходит под звуки такие интересные он там машина стоит видно надеюсь вам у клуба крутят все утро и уже сейчас обед все крутят рекламу предлагают нам шубы бобр кто-то там еще норка общем можно я так поняла зайти и посмотреть либо приобрести шубку ася ты тоже слушаешь пойдем махнемся не глядя твою шубу махнем на норку надеюсь то я тоже сколько-нибудь стоит как думаешь там еще и шапочки предлагают чтоб не мерзнуть пойдем сходим пойдем заинтересовала предложение из пятигорска напоследок игры до прощаются провожаю сына на газель сейчас придет у нас в обед уезжает сегодня хорошо что побыл несколько деньков очень не хочется что поезжал но нужно ветер поднимается у нас у нас весна на улице а сзади предлагают настойчиво шубы со скидками заманивают так интересно у народа нет денег нет работы кредиты лезьте чтобы эту шубку красивую взять а не знаю каждому свое подходит потом позвонишь мне когда едешь а все ладно счастливо пошла ну с богом проводила сынульку иду домой конечно настроение сразу грустно упала и вот это вот бесконечная реклама пока стояли ждали газель очень громко навязчиво люди ругаются но тем не менее идут смотреть шубы кроме шуб там предлагают шапки жилетки меховые кстати не только для женщин но и для мужчин но тут делай выбор каждого я например не люблю шубы мне нравятся легкие куртки пуховички кроме того мне жалко животных и опять же цена вопрос цены время нестабильная естественно там предлагают и в кредит но кредит это опять же переплата опять же уже говорила у нас нет здесь работы как таковой все мужское население ездит на заработки и тут честно говоря не до шуб может у кого-то конечно есть возможность но еще раз говорю дело и выбор каждого тем более эти шубки видела была в райцентре забегала посмотреть да красивые но цена да кто-то покупает шубки но я сбегала за продуктами выручайку вот такую муку всегда беру очень мне нравится цены не помню не буду озвучивать масло боговаровская тоже обожаю лук у нас по 40 рублей у меня своего мало нужны мне были яйца и колбаски взяла так побаловаться немножко передали мне пользуясь линзами раствор для линз привезли тоже заодно забрала сегодня будем печь пироги готовлю начинку для пирогов здесь оставалось у меня совсем совсем немножечко риса отварила два яичка и масло сливочное добавляем сюда слегка слегка присаливаем и все перемешиваем это будет первая и одна поэтому совсем совсем немножечко испеку пирогов яйца только сварились горячими нарезала так что масло сейчас все разойдется и первая начинка готова вторая тоже уже на подходе вторая начинка у меня свежей капусты будет будут пирожки с капустой нашинковала посолила добавила водички немножко потушилась и теперь добавляем на глаз сколько до кому как нравится сливочного масла обжариваем до слегка коричневатого цвета примерно вот до такого цвета сильно не буду зажаривать я не люблю когда очень темная отключаем и пусть остывает ну а теперь поехали делаем само тесто стакан теплой воды дрожжи наши сырые здесь примерно одна треть пачки я возьму вот от этого у столичка примерно не знаю даже как по граммам вам объяснить сюда мелко добавляю сюда же добавляю 2 столовые ложки сахарного песка и две столовые ложки муки можно побольше я делаю две столовые ложки с горочкой немножко так просеем и все вот это нам нужно тщательно перемешать я всегда пеку пироги на опаре делаю сначала опару а потом уже само тесто всех есть свои любимые рецепты у каждой хозяюшки и каждый раз получаются по-разному я вот читаю комментарии люди пишут сколько бы не делала вроде по одному и тому же рецепту но всегда получается по-разному тщательно все перемешиваем это вот эти комочки остаются ничего страшного можно венчиком нужно ложкой кому какую угодно кому как удобно ставим опару в теплое место минут на 15 у меня она будет стоять наверху на печке закрытая полотенчиком пока шапочка не появится вот такая вот у нас шапочка через 15 минут приблизительно делаем тесто дальше добавляем приблизительно чайную ложку соли можно даже немножко две столовые ложки масла растительного я добавляю в тесто так о какая пышная и теперь частями сюда будем вводить просеянную муку даже шапка не спадает посмотрите дрожжи значит свежие работают уже и теперь будем частями вводить просеянную муку по муки я напишу в описании сколько у меня приблизительно ушло в общем просеиваем и перемешиваем ложкой постепенно точное количество муки я оставлю в описании под видео добавляем тесто и перемешиваем ложкой до тех пор пока можем видите у меня она собирается в комок но я уже не могу его промешать ложкой поэтому сейчас будем доводить до ума до готовности вот здесь на поверхности посыпаю мукой так тщательно хорошо и это все выкладываем на поверхность собираем все с нашей чашки все вот эти остатки и работаем уже на поверхности тщательно все вымешиваем в общем стараемся сделать тесто мягким и эластичным где-то минут пять семь я его вымешивал вот такой вот она получается эластичная слегка липнет к рука можно сказать вообще не липнет отправляем его в чашку в которой замешивали закрываем полотенчиком и ставим в теплое место для подъема поехали противень смазывала маслом руки чистые выкладываем наше тесто все таки вот этой рукой потому что я больше левша они правша выкладываем тесто сюда ну и собственно лепим пирожки делаю я это очень просто беру так вот отщипываю как мне надо раскатываю шарик мне удобнее работать у кого-то видела девочки говорят это называется на ладошки то есть вот так в руках я растаскиваю кому-то удобно на поверхности мне удобно так беру начинку накладываем нашу капусточку кому как удобно данным не вот так удобно защипываем пирожки пирожок вернее тесто мягкое теплое работать одно удовольствие подправляем форму придаем хоть вытянутую хоть плоскую отправляется на противень получилось у меня 13 пирожков 5 с яйцом и 9 с капустой если не ошибаюсь ставим на расстойку туда же где стояла у нас опара тесто то есть на печку ничем сверху я не прикрываю постояли наши пирожки немножечко поднялись и теперь вверх смазываем яйцом не желтком а целиковым яйцом я смазываю сейчас дам еще постоять буквально минут 15 и будем отправлять духовку такая вкуснятина получилось у нас через 15 минут пропеклись вкусные зажаристые много начинки идем ставить чайник и